Здравствуйте! В эфире программа «Словом и делом» в студии Рафик и Саев. Смотрите в сегодняшнем выпуске. О том, к чему готовится новобранцам в рамках осеннепризывной кампании, рассказали в военкомате. Муниципальные услуги все чаще в онлайне. Теперь подать заявление через интернет могут и те, кто нуждается в социальном жилье. А начнем программу с актуальных новостей. Проект бюджета на следующие три года готовят в Вологодской области. 1 ноября его должны направить в законодательное собрание. По словам специалистов, бюджет региона будет сформирован с профицитом. Вместе с тем, чиновники намерены заключить соглашение о реструктуризации бюджетных кредитов сроком на 7 лет. Первые два года программы регион ежегодно будет вплачивать по 5% суммы долга по бюджетным кредитам, в 2020 году 10%, а затем до 2024 года по 20% ежегодно. Освободившиеся средства планируют направить на развитие социальной инфраструктуры. Всего в 2018 году планируется реализовать 23 государственных программы области. Их согласование уже началось в законодательном собрании области в рамках так называемых нулевых чтений. Работодатели, допустивших несчастные случаи на производство, должны доказать желание улучшить условия труда. О таких мерах профилактики заявили чиновники по итогам заседания областного координационного совета по охране труда. В целом, руководство трудовой инспекции отмечает снижение числа несчастных случаев на производстве. За последние 12 лет количество трагедий сократилось в три раза. В первом полугодии этого года в организациях региона произошло 18 несчастных случаев. В этом же периоде прошлого года – 45. По данным Госинспекции труда, треть трагедии произошла в обрабатывающем производстве – 22% в сельском хозяйстве и строительстве. Вологодская область готова делиться своим опытом по развитию бизнес-кооперации с другими регионами страны. Эти вопросы обсуждали в рамках Второго межрегионального совета по кооперации «Синергия роста». Активнее сотрудничать с отечественными товаропроизводителями в России начали после введения западных санкций. Импортозамещение стало условием для развития многих отраслей. А до этого бизнес-кооперация позволяла обеспечить местных предпринимателей заказами. В Вологодской области проект «Синергия роста» запустили в 2014 году. На сегодняшний день в него вовлечено более 400 участников, а объем закупок крупными предприятиями товаров и услуг у местных производителей увеличился более чем в 6 раз и превысил 12,5 миллиардов рублей. Делиться опытом с другими регионами вологодские специалисты будут с помощью Центра компетенции по развитию промышленной и производственной кооперации принимать заявки на обучение начнут в ноябре этого года. Книги года выбрали в Вологодской области лучшие авторы, составители, иллюстраторы и создатели получили награды. Жюри оценивало книги в 7 номинациях, в которых учитывалась работа и авторов, и оформителей. Всего за победу боролись 372 книги, которые представили более чем 50 издательств, полиграфических предприятий и авторов Вологодчины. Такой конкурс в регионе проводится ежегодно, начиная с 2012 года. Отдать долг родине в теплой одежде. Осенний призыв стартовал на Вологодчине. Пополнить ряды вооруженных сил должны около тысячи вологжан. О том, какие изменения ожидают новобранцев, рассказали в областном военкомате, а в Череповце провели День призывника. Подробности в следующем сюжете. Потенциальных новобранцев в Череповце пригласили в ДКС. Там провели День призывника. Школьникам и студентам из Череповца и района рассказали о всех тонкостях армийской жизни. Военная служба по призыву – это особый вид государственной службы. И многим из вас в скором времени придется с этой службой столкнуться. Сегодня на нашем мероприятии мы попытаемся вам рассказать, показать, что такое военная служба по призыву, как туда попадают, как там проходят службу наши военнослужащие и как они потом ее заканчивают. В городе Нашексни через призывные комиссии всего пройдут несколько тысяч человек. У них уточнят статус, выяснят, имеют ли юноши право на отстрочку по показаниям здоровья или учебной занятости. Если права на отстрочку нет, призывника могут отправить на год постигать азы армейской жизни. Будущим защитникам Отечества не только показали устройство автомата Калашникова. Ребята смогли попробовать и блюда настоящей полевой кухни. Регулярно питаться солдатской кашей целый год смогут те, кто отправится в вооруженные силы. Из Череповца в армию этой осенью пойдут 255 человек. Это меньше, чем в осенний призыв прошлого года. Как рассказали в областном военкомате, места призывников военных частях все чаще занимают контрактники. Сегодня призыв – это не главный способ комплектования вооруженных сил Российской Федерации. 2017 год отметился тем, что сегодня число военнослужащих по контракту рядового сержантского состава превысило число военнослужащих, привлекаемых на службу по призыву. В основном в Лакжане служат в частях западного военного округа. Сухопутные войска ВКС, ВМФ, ракетные войска стратегического назначения, ВДВ, части центрального подчинения. Всем, кто начнет служить этой осенью, выдадут утепленные берцы. Две пары носков вместо одной, новые перчатки и демисезонные куртки. Получат солдаты и шапки из искусственного меха и видоизмененное нательное белье различных цветов в зависимости от рода войск. Белье нательное было серого цвета полностью комплект, и теплое, и трикотажное. На сегодняшний день верхняя часть белья теплого будет выглядеть следующим образом. Те, кто убывает в войска сухопутные, получают оливкового цвета, верхнюю часть. Те, которые ВВС убывают, ВКС синего цвета. Те, кто убывает у нас в военно-морской флот и воздушно-десантные войска, по традиции, это тельняшка. Показали на пресс-конференции и провиант. Сухпайок, который приземникам дадут в дорогу. Также рассказали об изменениях в предоставлении отсрочек. Ранее до указанного срока отсрочка предоставлялась до 20-летнего возраста. Но на сегодняшний день отсрочка предоставляется до окончания обучения гражданам. То есть это примерно, если в количественном отношении, в течение, наверное, учебного года порядка 250-300 человек, которые будут иметь возможность доучиться в техникумах. А те, кто отправятся в армию, возможно, получат электронный военный билет. Его постепенно вводят в оборот. Всего вооруженной силы страны ТВАГОСКОБЛСКИ должны отправиться тысячи новобранцев. 10 человек направят в президентский полк. Почти 140 – в войска национальной гвардии. Как встать на учет и попасть в очередь на жилье? Для тех, чьи условия проживания оставляют желать лучшего, этот вопрос очень актуален. Ответ на него можно найти на сайте госуслуги 35 в портале муниципальных услуг Вологодской области. Подробности у Анастасии Хатковой. На сегодняшний день в Череповце доступно больше 30 муниципальных услуг в электронном виде. Теперь к ним добавились еще две. Это услуга по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и услуга по принятию на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Встать на очередь, чтобы получить лучшие условия для проживания. В Череповце эта услуга актуальна уже не первый год. Раньше она была доступна на федеральном уровне. Чтобы упростить процесс подачи, в Череповце приняли решение перевести подачу электронного заявления на портал Вологодской области. При этом простота получения услуги осталась. Воспользоваться ею могут граждане, претендующие по закону на улучшение квартирных условий и имеющие прописку в Череповце. Граждане, которые нуждающиеся. Нуждаемость у нас это не более 13 квадратных метров должно быть по общей площади жилого помещения. О жилищном кодексу у нас получается есть общая категория граждан, которые имеют право встать в общую городскую очередь. Также есть граждане, которым законно предусмотрено внеочередное предоставление жилых помещений. Это две категории граждан. Граждане, которые страдают тяжелой формой хронического заболевания, не нуждающиеся по определенным критериям установленных законом. А вторая категория – граждане, проживающие в домах, признанных непригодными для проживания. Для того, чтобы подать заявление в электронном виде на портал Госуслуги 35, необходимо сначала выбрать подразделение, в которое будет подано заявление, например, мэрию Череповца. Затем указать категорию нуждающегося в жилом помещении. И, наконец, заполнить все обязательные поля. Указать личные данные, описать условия проживания помещения, приложить сканы необходимых документов, список которых прописан в заявлении. После чего электронная форма отправляется в жилищное управление мэрии, где в течение 30 дней специалисты его рассматривают и решают вставить заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях или отказать по основаниям, предусмотренным законом. Также портал Государственных услуг Вологодской области помогает отслеживать очередность на жилье тем, кто уже подал заявление. Те граждане, которые уже стоят на учете, они могут узнать номер своей очереди. Актуально на сегодняшнюю дату услуга очень простая, то есть непосредственно из личного кабинета подается заявление, заполняются только лишь сведения по личным данным и все. Никаких документов прикреплять не надо. Точно так же далее заявление поступает к нам в жилищное управление и мы гражданину актуальный номер его очереди предоставляем. Таким образом, услуга подачи заявления о принятии на учет не занимает много времени и не требует от заявителя хождения по инстанции. На сегодня это все. Программа «Словым делом» прощается с вами. До следующей встречи. В студии работал Рафик Саев. Будьте в курсе важных событий. Рафик Саев.